Быстрый именно счет очень хорошо развивает мозг. Два страшных слова ОГЭ и ЕГЭ. Шаг назад. Минус 3. И ребенок начинает двигаться назад. 182, 182, минус 3, 179. Здравствуйте, я Шамиль Ахмадуллин и вы на канале школы скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на видео вопросы родителей взволнованных в будущем своих детей. И у нас вопрос от Розили. Здравствуйте, Шамиль Тагирович. Меня зовут Розиля. Я из города Сарапу. Мой сын учится в четвертом классе и у него проблемы. Он никак не может быстро научиться считать. Подскажите, пожалуйста, как его научить быстро и правильно считать? Розили, спасибо за очень хороший вопрос. Давайте сначала разберемся, почему так много сейчас детей, которые не умеют не просто быстро считать, а вообще не умеют нормально считать. Причина очень проста. Это калькулятор, который есть в любом телефоне. У каждого ребенка есть с собой мобильный телефон и, соответственно, проще вытащить калькулятор и посчитать на калькуляторе, чем как-то напрягаться и считать в уме, либо на листочке. Так устроен наш мозг. Это абсолютно нормально. Он настроен на то, чтобы тратить минимум энергии. В чем же тогда проблемы? Ну, проблемы в действительности я вижу две. Первая проблема то, что простые арифметические действия очень хорошо развивают наш мозг. То есть, вот элементарные действия, типа 3 плюс 7, 11 минус 2, быстрый именно счет, очень хорошо развивает мозг, ну и, соответственно, если мозг не развивается, то он атрофируется. Ну, а во-вторых, есть у каждого ребенка два страшных слова ОГЭ и ЕГЭ. То есть, эти экзамены никто не отменит и, соответственно, калькулятором пользоваться на этих экзаменах вашему ребенку никто не даст. По статистике, около половины ошибок на ОГЭ и ЕГЭ по математике связаны с проблемами со счетом. Представьте, ваш ребенок абсолютно правильно решает какое-то сложное задание, задачу с логарифмами и так далее, но ошибается в элементарном счете и, соответственно, баллы не засчитываются, задание решено неправильно. Итак, в этом видео я подробно расскажу, как научить ребенка максимально быстро считать правильно. Правильное обучение ребенку счету состоит из трех основных блоков. Первый блок – это базовые вещи. Ребенок должен понимать, что такое цифры, что такое числа, понимать их физический смысл и, соответственно, физический смысл сложения и вычитания. Следующее – это автоматизация сложения и вычитания. То есть, ребенок должен в уме делать простые примеры. Ну и третье – это использование методик быстрого эффективного счета, про которые я расскажу в следующей программе. Итак, что я понимаю, когда говорю, что ребенок должен понимать базу чисел, цифр и так далее. Во-первых, когда ребенок видит три ручки, он должен понимать, что цифра или число 3 – это вот как раз три ручки. Если мы берем три ручки и две ручки, то вместе у нас получается пять ручек. Вроде бы кажется элементарно, но я встречал детей во втором, в третьем и даже в пятом классе, для которых это открытие. Причем в школе у них были даже не двойки и даже не тройки, у некоторых даже четверки. Почему это так важно? Есть очень распиаренная методика ментальная арифметика, которая сейчас заполонила всю Россию. Смысл ее очень простой, там дети считают с помощью счетов абакуса. Так вот, некоторые очень старательные родители отправляют туда очень маленьких детей, которые еще вот этого не освоили. И, соответственно, получается огромная проблема. То есть, для них понимание какого-то числа, например, числа 7 – это не 7 ручек, а какое-то положение косточек на этих счетах. И получается у нас такая проблема. Ребенок вроде как правильно считает, то есть, он быстро складывает 162 и 354 в уме, но при этом не понимает смысла. То есть, он может, например, ошибиться и у него получится там несколько тысяч. Хотя, ну, любой человек, который в принципе с головой дружит, да, понимает, что там 60 плюс 350 – сколько-то. это какое-то число в пределах от 400 до там 500-600. И никаких тысяч там получиться не может. Следующее, очень важно, чтобы ребенок умел визуально идентифицировать числа. То есть, сейчас на экране у вас появится картинка, называется упражнение «Найди число». То есть, ребенку вы говорите «Найди число от 1, например, до 15 максимально быстро». Суть этого упражнения в том, что числа написаны разными шрифтами, они имеют разные размеры. И ребенок, во-первых, тренирует внимание, а во-вторых, учится визуально идентифицировать числа, написанные абсолютно разными шрифтами. Следующее, очень важное упражнение – это арифметические прогрессии. Очень важное упражнение, которое великолепно позволяет ребенку научиться быстро и правильно считать – арифметические прогрессии. Итак, в чем смысл упражнения? Мы даем ребенку начальное число, например, 3, и даем шаг арифметической прогрессии, например, плюс 2. И ребенок должен дальше прогрессию ввести на листочке, записывая то, что у него получится. 3, 3 плюс 2 – 5, 5 плюс 2 – 7, 7 плюс 2 – 9, 9 плюс 2 – 11 и так далее. Мы можем менять первые числа, например, давать 4 и шаг у нас 4. 4 плюс 4 – 8, 8 плюс 4 – 12 и так далее. Следующий уровень, то есть сначала начинаем обязательно со сложения. Следующий уровень, когда мы даем большое число, например, 182 и даем шаг назад – минус 3. И ребенок начинает двигаться назад – 182, 182 минус 3 – 179, 179 минус 3 – это 176 и так далее. Следующий уровень, когда мы ребенку даем одновременно две прогрессии. То есть в плюс, например, у нас 4 и шаг плюс 2. И, например, у нас 99 и шаг минус 3. То есть ребенок переключается, сделает, делает тут, делает тут. Ну, запятые нам надо ставить для того, чтобы различать числа. То есть это упражнение самое лучшее для прокачки навыка быстрого счета у ребенка. После того, как ваш ребенок достаточно быстро умеет и правильно выполнять это упражнение на листочке, переходим в формат, когда ребенок делает это в уме. Ну, даем также начальное число, например, 4 и шаг плюс 3. 4 плюс 3 – 7, 7 плюс 3 – 10, 10 плюс 3 – 13 и так далее. После того, как ребенок может в уме вести прогрессию, то даем ему одновременно две прогрессии. Это достаточно сложно и нужно обладать, во-первых, достаточно хорошим вниманием, ну и, во-вторых, очень качественно складывать и вычитать в уме. Например, у нас первое число 1 и шаг плюс 2, а второе число 100 и шаг минус 3. То есть 1 плюс 2 – это у нас 3, 100 минус 3 – 97, 3 плюс 2 – 5, 97 минус 3 – 94 и так далее. То есть до первой ошибки. Проделав эти элементарные упражнения, ваш ребенок доведет базовый навык счета до автоматизма. Друзья, я надеюсь, что те упражнения, которые я дал, помогут вашему ребенку довести базовый навык счета до автоматизма. Ну а в следующей программе я расскажу про методы быстрого счета, с помощью которых ребенок, который базовый считает достаточно быстро, сможет считать еще быстрее, причем в разы. Ну а вы, дорогие зрители, присылайте свои видео-вопросы на нашу почту вопрос-собака-turbo-read.ru. А я, Шамиль Ахмадуллин, в своей авторской программе «Учимся учиться» буду на них отвечать. Успехов в учебе! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok